Это поистине великий чудотворец, это поистине великий миссионер, который именуется апостолом Алтая, потому что основную часть своей жизни он проводил в алтайских краях, в Сибири. И за его период миссионерской деятельности было крещено около 40 тысяч людей, было построено много духовных училищ, духовных школ, более 40 церквей было возведено в Алтае. Он досконально изучил алтайский язык и после семинария он сначала как служащий, а потом как начальник духовной миссии был миссионером вот этого края. Действительно, вся его жизнь наполнена испытаний, вся его жизнь наполнена подвигов и страданий за веру Христову. Сначала он был как миссионер и как просветитель Алтая, и благодаря его миссии много людей приняли крещение, много людей просветились. И он уже был даже как святитель, всегда говорил, что пастырь – это тот человек, который должен, отрывая что-то сокровенное от своего сердца, от своей души, отдавать ближним. В один момент он должен быть наставником, в другой момент он должен быть сострадателем всякому человеку, и даже в третьем случае он должен проявлять и строгость. То есть, если стоит вопрос греха, то здесь не должно быть никакого компромисса. И вот эти три составляющие – это действительно основополагающие такие направления, которыми должен руководствоваться пастырь. Поэтому и в евангельском чтении мы слышали такие слова «да будет единостадо» и «един пастырь». Вот это единство пастыря и единство народа алтайского как раз выражается в его миссионерском служении, потому что действительно он положил свою жизнь, положил свою душу ради ближних. И вот эта готовность, жертвенная готовность служить Богу и человеку, она принесла вот эти достойные плоды, которые мы наглядно видим в истории его проповедничества. И мы знаем, что после того, как он проводил вот это служение, уже в сане митрополита его назначают в Москву, поэтому он становится митрополитом московским и здесь продолжает свое служение. Здесь ревностно наставляет и духовенство, и наставляет народ. И, конечно, нужно сказать, что не все его поняли, не все приняли вот эту строгость веры, к которой он приехал из Алтая. И не всегда было единомыслие, поэтому и его правление, оно было не столько длинным, его в дальнейшем отправили, значит, он был наместником от родителей Сергия Лаври, и в дальнейшем отправили на покой в нашу Николу Гришскую обители. Ему уже в это время было 82 года, то есть это довольно пожилой старец, и в последние дни он проводил в нашей родной Гришской обители. Поэтому для нас этот святой особо значимый, вот этот ваш храм, он посвящен в честь этого дивного святителя Макария, митрополита Московского. Вот такой краткий очерк этого святого, который очень близок, который очень нам родной. И действительно, наверное, вот этот призыв Евангелия, да будет единостайд, единый пастырь, он всегда актуален для православного общества, для верующего народа. Потому что если нет единства, если нет любви, если нет нетерпения, если нет послушания, то, конечно, тяжело нам служить Богу, потому что бывают и разногласия, и разногласия, и распри, и в семьях, и в обществе, и даже бывает и в храме. Поэтому иной раз бывает так, что даже священнослужитель, имея несколько образований духовных и светских, он, то есть это не является показателем для народа, самое важное, это чтобы священник, священнослужитель, пастырь молился и всегда был соучастен тем проблемам, с участием тем вопросам, которые стоят у верующего народа. Поэтому нужно сказать, что верующего человека никогда не обманешь, он всегда чувствует пастыря, он всегда чувствует своего наставника, чувствует своего духовника. И я думаю, вот таким пастырем был как раз и святитель Макарий Московский. Поэтому благодаря вот этому его настрою, может быть и строгости и ревности, народ пошел за им, народ принял крещение, народ готов был идти за этим стадом. И вот эта готовность, она свидетельствует о единстве между пастырем и между верующим человеком. Поэтому вот это самый главный настрой, самое сильное проявление веры, когда мы пребываем в единстве. Поэтому дай Бог, чтобы никакие гонения, никакие испытания не могли разлучить нас от любви ко Господу. И дай Бог, чтобы вот этот призыв, да будет единое стадо, един пастырь, свидетельствовал всегда о нашей вере, свидетельствовал о том, что мы действительно являемся едиными со Христом в нашем служении. Поэтому желаю, чтобы святитель Макарий, митрополит Московский, помогал нам в несении нашего личного креста, помогал проходить всякого рода испытания. И чтобы никакие поколебания, никакие гонения не могли нас разделить вот этого единства с праздником. Продолжение следует...